Более двух с половиной тысяч волонтеров будут задействованы только в Самаре при проведении игр Чемпионата мира по футболу. Эта команда должна быть полностью сформирована уже в мае 2018 года, чтобы к самому началу мундиали она могла полностью включиться в работу. А собрать такую команду должны специалисты-рекрутеры. Сегодня в Самаре для них стартовала образовательная программа. Задействованы как самарские тренеры, так и специалисты из Казани, города, который уже имеет опыт организации спортивных мероприятий всемирного масштаба. После универсиады мы провели, во-первых, большинство из наших сотрудников уехало в Сочи, так же, как и волонтеры, и мы уже помогли провести Олимпиаду. Потом был Чемпионат мира по водным видам спорта. Более 30 мероприятий международного уровня уже Чемпионаты мира, Чемпионаты Европы Дзюдо, например, в 2016 году. Самарские волонтеры – это всегда очень хорошо обученные, очень эмоциональные, в хорошем смысле дружелюбные командные ребята. В команде рекрутеров программы «Городские волонтеры» 15 специалистов, прошедших предварительный отбор в Тольятти, Самаре и Новокубышевске. У них уже есть опыт в организации крупных спортивных событий и создании волонтерских команд. Здесь, на базе Самарского технического университета, им предстоит получить дополнительные лидерские навыки, изучить критерии, по которым они должны собирать волонтеров. В первую очередь из нас делают дружную команду, чтобы мы могли поддерживать друг друга, помогать и рассказывать о том, как правильно проводить интервью с потенциальными волонтерами, с кандидатами. Зачисление в команду городских волонтеров начнется уже в октябре. Шанс получат все от 16 и старше. Для этого необходимо заполнить анкету на сайте волонтер 63 РФ, название вводится кириллицей, и пройти личное собеседование. Задача которого – выявить, насколько кандидат коммуникабелен, знает английский язык и может рассказать о наиболее интересных страницах истории Самары и ее современных достопримечательностях. В середине октября откроется центр городских волонтеров, где начнут свою работу те рекрутеры, которые как раз сейчас проходят подготовку. Он будет работать на базе политеха, то есть Новосадовая 10, все двери открыты, мы ждем всех желающих кандидатов для прохождения интервью. Олег Зверев, Максим Гусев, События. Продолжение следует...